отлично итак коллеги еще раз добрый вечер и сейчас я попробую включить мне кажется должно быть видно пожалуйста напишите как качество если качество нормально это мы начинаем супер я рад вас всех приветствовать и сегодняшний вебинар называется власть над эмоциями личность трейдера как фундамент успешной торговли и я хотел бы сегодня поговорить о психологии трейдинга и о ее влиянии на доходность прежде чем мы начнем хотелось бы представиться зовут меня сергей кривобородов и я расскажу дальше о себе и какое отношение к этой теме я имею поблагодарить компанию фреш форекс за то что предоставила нам прекрасную площадку на которой можно пообщаться большое спасибо и наверное ввести одно правило которое будет так звучать не нужно ссылки на посторонние ресурсы постить в чат пожалуйста вот сдержитесь от этого и по поводу вопросов хочу сказать я очень рад буду комментарием и вопросам будут возникать по ходу вебинара их можно писать в чат отвечать буду скорее всего по итогам какого-то смыслового блока то есть вот прямо в моменте могу не отвечать чтобы не прерывать собственно смысловой блок татьяна добрый день и о презентации так а как здесь переключить а вот вижу и о презентации о вебинаре расскажу его план он таков сначала поговорим о том как как психология влияет на результаты в торговле потом поделюсь выводами из исследования которое провожу это как успешные трейдеры пришли к своей психологии которая позволяет им держаться на плаву которая позволяет им получать прибыль расскажу теорию которая относится к эмоциональному контролю и к методам перейдем дам один простой стандартный метод который многим людям позволяет успокоиться и вот который я сам достаточно долго и успешно практикую и расскажу о курсе который я предлагаю который направлен на повышение результативности торговли через работу с эмоциями вот меня у нас такое на сегодня и думаю что в час удастся уложиться посмотрим как как пойдет вот еще раз скажу что вопросы и пожелания предложения в чат всячески приветствую несколько слов скажу о себе чтобы вам было понятно с кем с кем вы собственно общаетесь кто вам доносит такое разумное доброе вечное как уже сказал зовут меня сергей кривобородов вот моя фотография здесь за своим рабочим столом еще одна должности президента саморегулируемой организации церфин который называется это вот одна отрасль в которой я много-много работал порядка восьми лет уже она относится к трейдингу там вот у меня такая достаточно длительная карьера в ходе которой пообщался и поисследовал огромное огромное количество трейдеров как успешных так и нет как тех которые на себя работают так и тех которые на компании это одна сторона и вторая сторона это консалтинг которым тоже занимаюсь уже достаточно давно и здесь вот очень интересная область которая находится на стыке психологии с одной стороны причем глубинных таких моментов с другой стороны эффективности это как то что у меня внутри влияет на то какие результаты я показываю вот тринадцатый год достаточно плотно занимаюсь консультациями с трейдерами и по ходу вебинара вот если интересно поделюсь теми практическими моментами которые вот честно говоря ни одной книге не встречал в консультациях очень много их звучит прям фоном такое несколько важных вещей идет вот это про меня ага вот так здесь так и начинаю и у нас первая часть презентации она такая будет ставящая вопросы вот а вторая часть будет отвечающая на вопросы которые поставлены в первой части и вопросы вот вот такие вот они исходят из опыта и наблюдения за трейдерами которые начинают свой торговый путь есть простые вещи но они заставляют задуматься вот несколько шагов в которых в которых я это сейчас объясню когда если начнем если мы возьмем демо счет и начнем на нем совершать сделки то причем сделки совершать определенным образом подкидывая монетку и если орел то бай а если решка то сел то то есть прогноз у нас будет равен 50 процентам угадал не угадал то в принципе размер депозита и equity можно так его назвать будет выглядеть вот как на этом графике оно будет медленно убывать то есть да будут пики вверх пики вниз но в принципе прибыли будут компенсироваться убытками и по чуть-чуть будет размер счета уменьшаться потому что присутствует спреды присутствует комиссии брокера ну в зависимости от рынка на котором происходит торговля то есть например там на форексе только спред если это фьючерсы или золото то там есть еще и комиссии и это нормально абсолютно вот в свою модель я заложил 30 сделок и вот здесь результат равен всего лишь спред комиссии плюс спреду по этим сделкам вот есть небольшое снижение если начать применять на демо счете какую-то торговую систему то как правило и это достаточно парадоксально трейдеры показывают на демо счете хороший результат я вот здесь достаточно консервативный сделал прогноз потому что как правило демо счета если смотришь человека то ну там просто вообще все отлично лучше представить себе нельзя и здесь для этих 30 сделок я ввел такие допущения что из каждых четырех сделок одна прибыльная и три убыточные по моему так и вот получил такой вот график который потихоньку возрастает те кто пробовал те кто на демо счете торговал могут наверное подтвердят мои слова да что это вот не редкость совершенно ни разу не редкость самое интересное начинается на следующем этапе на следующем этапе начинается переход человека на реальный счет и как правило график там выглядит вот так это достаточно с одной стороны характерно с другой стороны печально потому что по большому счету да есть разница в исполнении ну реальный сервер все-таки он по-другому работает да демо отличается но эта разница не настолько критично чтобы давать такую существенную разницу в результатах и как я получил вот этот график я его получилось предыдущего вот вот из этого вот из этого красивого я получил этот некрасивый всего лишь введя вот четырех сделках из 30 убыток который не удалось проконтролировать который превысил риск-менеджмент который вышел за пределы риск-менеджмента рассчитанного для этой торговой системы и казалось бы всего лишь четыре сделки но разительный результат доходность торговой системы сразу отрицательная и эта картина тоже очень характерная потому что периодически происходят сделки которые совершаются под влиянием неконтролируемых эмоций которые совершаются в результате мышления которые ноги логическим сложно назвать это тоже очень очень характерная ситуация и если мы эти два графика сравним если мы эти два графика наложим друг на друга то будет вот такая вот картина и сверху линия то на что я в принципе способен те результаты которые я могу вообще в торговле показывать а снизу те которые у меня показывать получается реально на реальном счете и вот проблематика этот вопрос на который вот оставшееся время вебинара я бы хотел поотвечать и посвятить его посвятить время исследования этого вопроса как эти графики сблизить ну естественно за счет подъема вот этой зеленой части они за счет опускания красной то есть как то как я торгую можно приблизить к потенциалу то есть как как это сделать мне кажется что этот вопрос достоин исследования потому что в принципе человек способен показывать действительно большой хороший результат и здесь я смотрел массу теорий психологии которые сюда можно было бы применить до дивергенция присутствует я смотрел массу теории которые сюда можно было бы применить на самом деле мне больше всего понравилась теория американского психолога которого зовут тимоти голви я не знаю если кто-то из вот присутствующих на данном вебинаре слышал про него то замечательно если нет то можете погуглить очень интересный персонаж тимоти голви он занимался тренировками спортсменов и применял свою методику начал применять ее с теннисистов и с игроков в гольф его теория строится на очень такой простой методике что есть потенциал на который мы в принципе способны вот в своей деятельности то есть максимальный иногда называют пиковый результат пиковый опыт который дает максимум это наш потенциал и мы на него способны есть интервенция которая мешает нам этот результат показывать и есть собственно вот результат который получается как разность между потенциалом и интервенцией и он очень много со спортсменами работал а потом уже с бизнесменами политиками и так далее тем кому результат важен на снижение вот этой интервенции и дальше хотел бы поговорить о том как можно собственно эту интервенцию снизить и как эта интервенция проявляется именно в трейдинге вот к чему к чему собственно и перехожу и здесь прямо ряд ряд клиентских запросов есть я наверное немножко как бы с таким с цинизмом об этом говорю может быть профессионально это выработалось потому что очень много таких случаев видел на самом деле ни разу не смешно и постоянно видеть как человек натыкается на одни и те же грабли в торговле достаточно зрелище не такое печальное сейчас расскажу вот как это проявляется в торговле вот если у вас что-то похожее происходит можете пометить значит вот значит возможно вы какие-то ответы найдете и так наиболее типичное влияние интервенции цена находится около стоп-лосса и у меня как у трейдера возникает паника связанная с тем что я понимаю что я сейчас получу убыток надо что-то делать обязательно и это что-то это усредниться отодвинуть стоп-лосс в зону убытков убрать его или открыть сделки которые точно 100 процентов мне кажется будут прибыльными то есть там идея такая я себе не могу позволить убыток очень часто это усугубляется тем что человек себе поставит план на день например я за за день с рынка беру там столько-то пунктов и он понимает что если я сейчас получу убыток то мне отыгрываться потом все остальное будет очень сложно а если я не отыграюсь то я себя буду очень сильно внутренне наказывать скажем так вот есть такой момент есть момент что цена идет 100 в сторону тейк профита до тейк профита не доходит и меня тоже начинается паника сейчас развернется мне нужно срочно что-то делать я закрываю тейк профит в принципе да есть прибыль но потом когда стоит момент я смотрю я понимаю что меня или ноль или минус из-за того что я просто не добираю прибыль с рынка очень очень распространенная ситуация несколько успешных сделок подряд вот буквально недавно работал тоже с барышней у которой похожий случай несколько успешных сделок подряд сразу включается такой голос внутренний который говорит ты можешь давай давай надо еще у тебя обязательно получится и получается да улын получается то что совершаются сделки в эмоциональном состоянии когда контроля очень мало и когда ну реально прогноз хороший не сделать вот если про историю говорить клиентскую то за этим вот громким громким голосом давай давай есть тихий голос интуиции который говорит что не хотелось бы в этот омус лезть но его просто банально не слышно потому что очень сильное влияние вот это вот интервенции разворот несколько отрицательных сделок подряд ну низкая самооценка наверное трейдинг не для меня и очень часто здесь прям вот такой букет тоже истории про то что я же сделал все правильно я нигде не ошибся а рынок пошел против меня так быть не должно и там очень ну такие болезненные дальше переживания бывает так что несколько отрицательных сделок подряд нет 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 я должен отыграться ну и там понятно какой результат есть разворот цены цена идет вверх ну там если прогноз вверх например да в сторону прибыли разворачивается у меня шок я на это не рассчитывал я не знаю что с этим делать и вот много такого ну реально причем что интересно что у разных людей вот эти наиболее острые переживания они сосредоточены в разных в разных областях трейдинга то есть есть разные ну как бы такие ключевые точки где наиболее сильно это влияние проявляется и эмоции тоже разные вот вот почему ну хотелось бы на несколько слов про книги по психологии трейдинга сказать что в них написаны очень базовые вещи они очень правильные простые но но сложно иногда сложно бывает это применить и человек знает что да жадность испытывать не нужно да не нужно испытывать страха да не нужно испытывать там эйфории но как их не испытывать это остается как правило закатом вот так проявляется интервенция я смотрю в чате там уже дискуссия пошла ну отлично и я предлагаю как раз оценить в собственной торговле у всех эти цифры разные вижу еще один пункт сейчас обращу обращу внимание предлагаю ответить на вопрос чтобы посмотреть насколько лично у вас сильно влияет психология и сильно не дает она получить прибыль вот ну две характерные картинки здесь они символизируют крайние полисы и вот прошу ответить от 100 до 0 процентов просто вопрос который поможет в собственной же торговле разобраться возможно психологию стоит подкрутить а не только торговые системы прошу просто в чат отписать 20 процентов вижу 30 процентов 70 да вот сто процентов кого-то как правило я достаточно высокие цифры получаю в ответ на этот вопрос что наводит меня на мысли о том что часто в трейдинге переоценивается значение граалей так называемых значение торговой системе значение торговых систем значение психологии недооценивается вот кстати в чате вижу комментарии которые примутся всем из этой серии дайте больше знаний по торговле это демагогия ну вот вот оно очень характерно игорь не знаю как посчитать ну прикиньте просто вот просто из ощущений если бы вот у вас влияния интервенции не было влияние негативных эмоций бы не было то насколько бы увеличилось если если увеличилась бы торговля к черту стоп ставим замок замок да это это супер ну вот разделились мнения и вижу что разные есть проценты которые влияют спасибо за ответы и дальше я задаю вопрос тем у кого высокие тем у кого высокий эмоциональный контроль и те кто в своем трейдинге собственно с этой с этой проблемой справились задаем вопрос как снизить влияние интервенции и ответ может быть такой приобрести навык эмоциональной устойчивости вот как правило каждый трейдер который торгует системно и который торгует ну с более-менее внятым каким-то долгосрочным результатом он говорит о том что в свое время ему пришлось пройти через этот путь дальше я спрашиваю людей как собственно удалось то есть возможно глядя на там огромные что называется страдания финансовые результаты новичков можно как-то это проще сделать я получаю от людей которые на этот вопрос отвечают как правило два ответа и они меня печалят эти два ответа первый ответ это врожденные способности я с самого начала такой был у меня отличный эмоциональный контроль или меня так воспитали в семье то есть ну вот бывает такое там темперамент соответствующий и более частый ответ это я потерял сколько-то депозитов и научился такой ответ тоже встречается и очень часто путь к навыку эмоциональной устойчивости типичного трейдера выглядит следующим образом выглядит он вот так вот и есть такое ну я не знаю короче есть есть такое жаргонное выражение которое называется танец на граблях вот в чате пишут что мало слитых депозитов действительно бывает очень разное количество и здесь изображено грубо говоря здесь изображено стоимость обучения навыкам эмоционального контроля потому что вот этих вот количества депозитов которые пополнены и затем в результате ну наверное я не скажу что только психологии да здесь еще отладка торговой системы изучение рынка это тоже все требует времени вложений там и так далее но много из-за психологии здесь вот стоимость обучения составляет 4000 долларов и это как справедливо замечает в чате это далеко не самый большой случай вижу вопрос про покер мне сложно сказать я вот в покер не играю и ни разу честно говоря не консультировал а есть знакомый один хорошо отвечу потом да есть один который совмещает и то и то попробуй вспомнить что он про это говорил и действительно здесь потери являются лучшим учителем действительно то есть учат они очень хорошо но что характерно характерно то что люди как правило бьются в одну и ту же проблему почему это танец на граблях то есть из раза в раз возникает из раза в раз возникает одна и та же вещь которая заставляет терять средства вот одна и та же вот там тот же самый клиентские клиентские случаи которые которые разбирали буквально недавно мне нужно я не могу себя заставить не совершать сделки то есть да я мозгами понимаю что мне нужно выключить компьютер и не лезть в рынок мозгами понимаю но вот то есть я с человеком говорю когда он не в рынке когда у него эйфории нету там ну вот просто мы разговариваем в спокойном состоянии но я за себя не могу поручиться в тот момент когда я буду собственно сделку совершать когда я буду в этом состоянии то есть это реальность и это происходит каждый раз ну если говорить про вот эту консультацию то потом выясняется что сильнее жадности пожалуй может быть целью человека то есть когда я понимаю что у меня есть цель осознанно торговать есть цель в прибыли и что это не ведет то тогда там я пожалуй могу пересилить этот голос и дальше мы там специальную практику конструируем которая позволяет к этой цели ну возвращаться а не вспоминать что снижает влияние этой жадности но это уже как бы дальнейшая история вот и я свою задачу вот как человек который занимается психологией трейдинга который там нечто предлагает в этой серии в этой сфере я вижу в том чтобы уменьшить количество вот этих вот пиков и как можно быстрее перейти вот в зону где начинается какая-то более-менее осмысленная торговля есть есть методики которые позволяют быстрее просто учиться не не биться головой постоянно об стену и вопрос который можно сформулировать по итогам вот первой части да который этот вопрос и должна была ставить как я в самом начале говорил можно сформулировать следующим образом как можно научиться эмоциональной устойчивости быстрее и эффективнее то есть чтобы не оставлять на месте эмоций выжженную землю то есть ну чтобы не не набивать шишки таким болезненным способом вот я смотрю чат там своей жизни живет окей и психология дает на этот вопрос вот очень простые ответы которые применяются в любых навыковых тренингах и ответ получат следующим образом нужно сначала узнать теорию то есть как это работает почему я теряю почему я сбиваюсь с эмоциональной устойчивости почему я теряю эмоциональный контроль что во мне такого происходит второе потренироваться это применять и вот здесь вот большое отличие большая разница между чтением книжки по психологии и реально практикой ну вот отличие именно здесь третье проанализировать результаты сделать разбор полетов то есть понять что получается что нет и приобрести навык это уже последний как итог итог тренировки про роботов тут спрашивают вообще психология в торговле роботами это тоже отдельная тема она там есть по крайней мере точно и хотел бы рассказать о том как как я это предлагаю сделать и вот поделиться теми наработками которые у меня за вот тринадцатый год за уже шесть месяцев появились в результате исследования и практики на мой взгляд как как имеет смысл этому учиться если не хочется вот очень много терять и биться головой об стену имеет смысл как я сказал изучить теорию попробовать стандартную практику и то что на мой взгляд эффективно это индивидуальная консультация я предлагаю это в рамках исследования в рамках такого пробного курса бесплатно можно попробовать по итогам расскажу как и дальше может быть индивидуальная практика которая уже с конкретными проблемами работает ну в оставшееся время вот я расскажу про теорию и про стандартную практику которая позволяет хотя бы начать для себя этот вопрос исследовать начать его сдвигать с мертвой точки и в особо кризисных в особо жестких ситуациях по крайней мере хотя бы какое-то небольшое появится понимание возможно навык который помогает вдох выдох просто дышите тоже вариант и если говорить про теорию то здесь вот есть такие интересные моменты можно ситуации которые происходят в рынке с человеком или состояние которое есть при торговле условно разделить на два полюса вот в табличке они красные и зеленые и красный полюс это когда человек наиболее находится в эмоциях он очень сильно волнуется и вот это волнение заставляет его совершать всякие нехорошие сделки за которые потом о которых потом он так сильно жалеет это состояние у него есть характерные черты и вот сейчас про них расскажу научившись хотя бы ловить это состояние хотя бы понимать что похоже сейчас я сильно волнуюсь и чего-то не то хочу сделать по крайней мере научившись различать эти состояния можно ну это уже небольшой шаг вперед можно выключить там компьютер терминал прекратить торговать можно попробовать что-то сделать успокоиться что происходит когда наиболее волнительная ситуация вот красная зона ну вот если следовать терминологии Тимоти Голви то самая большая интервенция то есть вмешательство очень сильное которое заставляет которое снижает результат соответственно самый низкий результат как правило в это время есть доминирующая эмоция какая-то то есть одна сильная эмоция причем не обязательно отрицательная и ну вот по практике с чем сталкивался это часто бывает страх страх связанный с убытками это часто бывает злость ну в смысле в глубину то есть понять корни того что стоит что находится в этой эмоциональной ситуации то злость на рынок как на часто его очень наделяют какими-то одушевленными ну одушевленными чертами то есть как будто рынок это это некое живое существо которое вам может на вас может злиться за вами может подглядывать там вот богатый очень спектр и часто приходится слышать что как только я совершаю сделку рынок разворачивается против меня и вот тогда то все и начинается очень много такого причем ну то есть о логическом мышлении речи не идет да то есть логически говоришь ну посмотри у провайдеров у всех сравни котировки да то есть не не двигают никто против тебя там не двигает и ну без иллюзий со счетом среднего трейдера как бы рынку абсолютно все равно что с ним будет но тем не менее это остается и там много корней связанных просто с тем что сложно принять рынок как некое ну нейтральное просто явление да рынку действительно все равно вот обида там есть на рынок тоже масса масса всего и вот именно поэтому на мой взгляд важно собственно осознанностью заниматься важно понимать корни эмоциональных ситуаций и так что сильная эмоция да и очень сильная эмоция бывает когда на радости эйфория там супер вообще все получается на на этой эмоции сделать не совершал и потом конечно печально решение принимается иррационально то есть если то есть если подумать потом логически вот как я уже сказал что что двигало то логикой этого этого реально не понять узкий фокус внимания что это значит это значит следующее вот фокус внимания это количество объектов причем как внешних так и внутренних которые я могу в своем внимании удержать вот прямо сейчас я могу контролировать то что я говорю смотреть на эту табличку ну ощущать пол и ощущать стул вот наверное 4-5 фокусов внимания у меня есть и вот уже все вместе мне их удержать достаточно сложно можете поэкспериментировать что у вас сейчас сколько фокусов внимания при этом у меня относительно спокойное состояние ну там присутствует волнение связано с тем что я общаюсь достаточно широкой аудиторией если что-то будет происходить и и в одной из в одной из презентации в одном из вебинаров у меня на этих словах сломался стул подо мной я заупновался в общем если что-то станет происходить то количество вот этих объектов будет стремительно уменьшаться вот если там не дай бог случится пожар или взрыв или метеорит совершенно верно то наверное у меня один фокус внимания останется быстрее бежать куда-нибудь не как-то адекватно сесть подумать там что нужно делать куда там маршрут простроить ну вот не до этого будет это нормально мы с вами так устроены наши предки и мы те эмоции позволяли выживать в сложных ситуациях но для трейдинга это не очень подходит то есть на рынке работать с узким фокусом внимания во взволнованном состоянии никогда не конструктивно бывает когда раз может повезти ну вот второй третий точно тоже без иллюзий и если на тело обратить внимание то как тело напряженное и дыхание более частое и поверхностное это если внимание на тушку тела собственного обратить причем все эти симптомы так назовем их ну симптом это некое проявление просто некое проявление внутреннего мира вот все это присутствует в один и тот же момент времени то есть если хотя бы один из этих показателей присутствует то вот можно сказать да я взволнован и полностью противоположное этому состояние оно спокойное оно достаточно взвешенное то есть в нем можно принимать решения решение принимается рационально и фокусе внимания я держу достаточно много чего то есть я спокойно там то что со мной происходит спокойно способен осознавать могу проанализировать там технику анализ риск менеджмент и принять нормальное такое решение адекватное взвешенное решение и очень часто вот по итогам вебинара слушатели эту табличку себе утаскивают и ее где-нибудь вешают для того чтобы просто иметь возможность понимать что да вот сейчас я в красной зоне мне нужно в другую зону перейти или по крайней мере перговать в ней я не буду и вот ну на самом деле первый шаг к такому спокойствию это осознавать когда я не спокоен и возникает вопрос хорошо а как мне наработать навык переходить из левой из красной половины в правую зеленую и здесь на самом деле ответ на этот вопрос много с одной стороны а с другой стороны у каждого из трейдеров есть свой собственный индивидуальный ответ как я могу в организме в моем случае вот научиться более эффективно это делать это уже касается индивидуальной работы но тем не менее есть то что является общим для многих и вот я там говорил когда про курс рассказывал я говорил про стандартную методику которую можно применять достаточно легко эффективно вот я вам ее предлагаю и предлагаю в нее поиграть то есть когда когда я себе говорю что с понедельника новая жизнь каждый день там делаю эту практику ну тогда в общем редко это работает если я там ее исследую ее смотрю играю смотрю как она отзовется то это бывает обычно эффективно на самом деле про трейдинг тоже можно то же самое можно сказать и упражнение называется стоп его автор тимоти голви он же вот и она очень простое и вот ну лично я его применяю уже с 2007 года сколько шесть лет она заключается в следующем тут как короткая такая теория что когда у нас возникает желание что-то сделать вот например у меня сейчас возникло желание попить воды я взял стакан его попил попил из нее и это приводит к действию приводит к результатам с этим все нормально но если это желание не конструктивное то можно научиться между желанием и действием ставить небольшую паузу и отсюда название вот этой методики методика называется стоп когда я понимаю что у меня сейчас возникает желание с которым мне сложно справиться ага вижу коммент про робота потом скажу пару моментов на эту тему вижу желание которое вот что-то в нем я чувствую что не так я могу себе сказать стоп задать себе несколько фокусных вопросов и потом уже сделать действие и результат из более спокойного состояния и вот эти несколько вопросов они позволяют во первых успокоиться во вторых немножечко расширить свою осознанность то есть немножечко больше узнать о себе почему мне хочется сделать то что делать не нужно эти вопросы они есть вот на на вот этом слайде на следующем и при желании я могу это выслать и можно попрактиковать будет и вопросы такие что со мной происходит прямо сейчас то есть можно описать мысли чувства эмоции вот возьму возьму свой пример вчерашний был очень хотелось войти в рынок но по риск менеджменту войти в рынок было нельзя невозможно было войти не нарушив риск менеджмент вот и со мной задал себе этот вопрос что со мной прямо сейчас происходит мысли который день флэт надо денег рынок дай денег чувства и эмоции ну наверное наверное это можно описать как азарт то есть азарт хочется нетерпения вот нетерпения хочется быстрее в рынок что-то сделать отвечаем на второй вопрос что я хочу сейчас сделать хочу войти в рынок третье почему потому что процент хочется прибыли потому что уже хочется какого-то драйва экшена там каких то дел и дальше задаю мой вопрос последний мой наилучший выбор в этой ситуации этот вопрос расширяет мой фокус внимания я уже немножко отвечая на первые три вопроса под успокоился и понял чего мне хочется ну как бы на поверхности четвертое я себе задаю вопрос и немножко расширяю фокус внимания а вот на самом деле что лучше лучше всего мне бы в этой ситуации нужно было бы сделать вот и понимаю что в этой ситуации не только мое безудержное желание торговать присутствует еще присутствует какое-то долгосрочное понимание того что ну риск менеджмент не надо нарушать никогда не до чего хорошего и никого это не доводило реально и получается так что я чуть-чуть понял что есть у меня это чувство чуть-чуть успокоился и сделал выбор который на мой взгляд он лучше который в себя включает ну как бы больше информации больше пространства для анализа вот при этом там получив результат вне рынка ну который по здравому размышлению он он более правильным чем чем в рынок ломиться несмотря на риск менеджмент вот вот на этом этапе если есть вопросы там по теории по упражнению или комментарии какие-то то почему занимать кассалтингом а не трейдингом ну я и тем и тем занимаюсь честно говоря мне с людьми очень нравится работать мне вот только трейдингом реально скучно вот правда когда только компьютер я это самое немножко закисаю ну мне с людьми точно нравится больше про роботов там говорили вот приведу 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 пример коллеги которые года три по-моему торгуют и в начале торговал на роботами и потом пришел перешел на полуавтоматическую торговлю можно вернуть слайд назад ну давайте верну да так да вот вот этот да перешел на полуавтоматическую торговлю потому что понял что он хотел переложить ответственность за убытки и за прибыли на робота вот и ему робот лично мешал справиться с психологией наладить трейдинг потому что ну он имел возможность сказать что это не мои убытки а убытки робота и ничего ну как бы ничего не делать вот это не пропаганда того что психология вообще во главе угла стоит абсолютно вот реально много чего нужно знать но там там с роботами возникают все те же самые вопросы связанные с настройкой роботов связанные с выбором фазы рынка для входа робота и так далее и так далее ну не все не прямо то же самое там этот аспект присутствует про нейронные сети ну я могу рассказать конечно про нейронные сети но оно в тему ли мне кажется что нет можно отдельно пообщаться будет если вам интересно с точки зрения психологии ох давайте отдельно за за рамки этой дискуссии вынесем да робот чаще всего жесткая логика торговой системы минус эмоции трейдера ну да ну вы робота вы робота настраиваете и в нем подбираете параметры и выбираете время когда его включать и когда не включать там все то же самое вот нейронные сети окей вот чем хорошо еще оно чуть-чуть еще про него скажу и наверное здесь мое намерение просто там вот вне зависимости от того мое намерение чтобы вы его попробовали вот уверяю вас огромная огромная разница есть между жизнью в которой делаешь эти остановки и жизнью в которой эти остановки не делаешь просто вот ну по собственному опыту когда вы эти анкеты заполняете ну отвечаете на эти вопросы я рекомендую делать письменно то у вас потом появляется набор набор ваших состояний то есть набор того что с вами происходило в определенные моменты времени и потом бывает очень чудесный опыт связанный с тем что с одной стороны берется стейтмент со сделками а с другой стороны берется берут берутся ответы вот на эти вопросы и очень хорошо видно к каким результатам приводила приводили какие мысли какие чувства эмоции и вот какие осознания вот уверяю вас богатейшая здесь почва для самосовершенствования просто богатейшая потому что когда это написано на бумаге то оно присутствует а наша психика она так устроена что она любит неприятные моменты про себя же забывать то есть их знать не радостно их знать неприятно но их знать эффективно и с ними работать это точно эффективно здесь такая возможность появляется и я бы рекомендовал сделать это один раз в час в рынке когда вы находитесь и в стрессовой ситуации вы можете себе эти вопросы просто задать помогает вот по своему примеру могу сказать и в качестве поддержки можно напоминалку поставить на мобильник я сделал анкету электронную которую могу желающим выслать там эти вопросы просто вбиты вы можете это все заполнять и потом у вас будет полный обзор того что по итогам времени что происходит и в качестве поддержки есть индивидуальная консультация на которой вот самый острый момент то что не дает успокоиться то что не дает адекватно мыслить можно просто обсудить с этим поработать это работает так читаю комментарии из чата нейронные ой прошу прощения прошу прощения по слайдам комментарии из чата робот нейронные сети интересно этим да интересно ну да да скажите упражнения для домашней работы на следующем вебинаре соберемся обсудить что у кого не получилось да welcome вот попросите фреш форекс пусть они меня еще раз пригласят через месяц с удовольствием обслужу что у кого не получилось ну вот правда вы постоянно будете вести фреш и посмотрим посмотрим пока вот мы экспериментируем и смотрим вообще насколько это отклик вызывает насколько это полезно нужно и там и интересно и для торговли будет эффективно самое главное а заметно пригласим ну слава богу хочу анкета сейчас будет анкета да и вот еще раз хотел сказать про ну про то что предлагаю да вот как я вижу в принципе наработку этого навыка вот есть теория о которой мы с вами поговорили и вышли в ее в pdf ну просто для для собственного разбора есть стандартная практика например вот это упражнение стоп которое вы можете поделать и если вам это интересно то можно договориться о skype консультации вот в течение там сорока минут часа просто поисследовать именно в вашем трейдинге что можно сделать лучше вот это тоже бесплатно в качестве ну скажем так для рынка это формат новый для для рынка трейдинга он не новый вообще ни разу для для бизнеса для спорта там для политики там вот этого навалом вот ну поэтому чтобы можно было попробовать я вот такой вот аттракцион щедрости устраиваю вот и дальше если если нормально если работать то результатом может быть собственно индивидуальное направление развития вот на одном из вебинаров мне люди очень интересно сказали что рынок уже знает книги вот и индивидуально здесь является таким важным элементом который позволяет собственно свой свой путь свой стиль найти вот которые рынком еще не учтем мне нужно помнить запущенный случай как с вами связаться да пожалуйста заполните анкету я в чат кидаю анкету вот вот и желающих приглашаю вот там там есть skype аккаунт вы можете прямо добавится ну сразу а ну и он есть по-моему здесь да и вот введя email я вышлю туда просто материалы можно будет попробовать вот ну что 50 минут чуть-чуть раньше заканчиваю если есть еще вопросы которые не ответил то очень прошу их продублировать или если появляются вопросы по готов на них ответить да татьяна если можно в анкетку там по посылке пройдите сергей что такое коучинг ваше образование что такое коучинг коучинг это это дисциплина которая находится на стыке между психологией педагогикой и менеджментом и в себе учитывает вот эти вот три области вот вот мое образование до последние два года это санкт-петербургский институт коучинга это такое глубокое глубокое образование связанное с вот со стыком этих трех дисциплин я намеренно не хочу вот этот коучинг употреблять анонсировать и раскручивать потому что к сожалению в интернете под этим словом там ну это такое что что просто страшно скрывается поэтому мне больше нравится это называть там психологией или просто совершенствованием трейдинга через там через работу с собой через работу со своей личностью это ну более правильно вот алчность и жадность со знаком вопросов вопроса не знаю если вот еще сергею отвечу если вам интересно что такое коучинг почитать как раз таки ким эти голые книжку работы как внутренняя игра и вот откуда можно получить прямо вы можете зарегистрироваться на форме фреш иногда присутствовать чтобы общаться ну давайте я подумаю не знаю нужно это готов индивидуально вот по скайпу так точно проще потому что не знаю пока и не могу ответить но спасибо за идею посмотрим замучает да спасибо спасибо вам за обратную связь и она упражнение то на самом деле очень с одной стороны простое ну реально простое становиться подумать что я сейчас делаю что можно было бы лучше сделать да полтора года вот тут вот с одной стороны простое дает сразу результат а с другой стороны в нем можно совершенствоваться бесконечно и это постоянно приносит новые результаты очень интересные вот причем если есть возможность проработать с тем что накопано в результате этого упражнения то там вообще хорошо интересно вот так хорошо вопросов больше не вижу я какое-то время еще в чате по побуду вот можно туда покидать в общем спасибо спасибо за внимание на форум хорошо хорошо спасибо за приглашение спасибо за внимание вот надеюсь что чем-то смог быть полезен готов в индивидуальном формате продолжить взаимное исследование взаимную практику вот обычно это бывает интересный опыт про стоп тема ну хорошо вот и я думаю что то возможно будет еще несколько вот таких же прям семинаров не знаю сейчас поговорим еще и потом если если это будет интересно то можно будет еще много чего порассказывать на самом деле тут огромная тема обширная и того что можно кроме торговой системы собственной торговли докручивать а можно много чего ну правда вот упражнения от жадности побольше побольше еще есть много упражнений зависит от конкретной постановки цели окей спасибо за всем выключаюсь вот хороших выходных всем спасибо